Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Давайте попробуем с вами разобраться Но вначале небольшая выдержка из воспоминаний фронтовика Он рассказывал Нас после тяжелых боев отвели в тыл на переформирование Разместили в небольшой деревне Меня и еще троих бойцов определили на постой к одному деду Жившему вдвоем вместе с внуком Дом их практически не было С утра они куда-то уходили И возвращались после обеда А то и вообще под вечер Как-то раз дед нам и говорит Ребятки, уж больно вы худые да заморенные Я сам в империалистическую воевал А потом ушел в гражданскую Знай, как вам тяжело Вы это, как с утра проснетесь, печку гляньте Я вам там картошки в чугунке оставлю Вся ваша, ешьте на здоровье Утром мы так и сделали Но, заглянув в сумрак печи Бойцы на загнетке увидели немецкие сапоги Естественно, вечером они к деду Дескать, откуда-то немецкое добро Он им рассказал Немцы в верстах трех от их деревни Довольно долго держали оборону Бои были страшные И немцев полегло немерено Потом они отступили А потом ударили морозы И снег в преддачу Короче, они с внуком ходили туда Искали этих немцев, откапывали А потом вот такого подснежника По ноге топором тюк Сапоги в мешок и до дому Ну, а дальше он продолжил Я их почему в печь кто? Они там у меня и оттаивают, и сохнут А сапоги, сынок, у них дюжа справные Не нашим че-то Нынче за одну пару таких сапогов Мешок картошки можно выменить, понимаешь? Этот ветеран потом продолжил Что на передовой они привыкли ко всему В том числе и к тому, что ножом Которым только что в рукопашном бою Убил фрица Открывали тушенку Резали хлеб И тут же все это ели с огромным аппетитом Но тем не менее Больше от этого деда Они никаких таких домашних угощений Уже не принимали Как говорится, друзья И смех, и грех Но продолжим Не секрет Черные копатели до сих пор достают Из-под земли очень даже хорошо Сохранившиеся немецкие сапоги Чего уж кривить душой Но обувь для своей армии Немцы делали очень даже за ргут А теперь о самих сапогах А именно Об их конструктивных особенностях Достоинствах и недостатках И о том, почему их, образно говоря Нельзя было расшибить об асфальт В чем, так сказать, состоял Ихний немецкий ваз из ДАС Всю Вторую мировую войну Немцы практически на всех театрах Военных действий Ну, кроме, конечно же, африканского Воевали в этих самых маршевых сапогах Все, кто сталкивался с этим феноменом Знают, что эти сапоги Делали из очень качественной Коровьей кожи Причем всю войну Эти сапоги черного цвета В вермахте полагались Рядовому и сержантскому составу Отсюда и ощущение, что Практически все немецкие оккупанты Щеголяли именно и только Вот в этих самых сапогах Военнослужащие вермахта Согласно устава Были обязаны беречь Народное нацистское имущество Да Так как сапожки эти По нормам довольствия Выдавались на полтора года Хотя, если честно, я повторю Немецкое качество И, разумеется, немецкая Воинская дисциплина и бережливость Позволяли их носить Гораздо дольше Вот так Ну, дальше Что же представляли из себя эти сапоги? Вот, слушайте, друзья Честное слово Ну, нет у меня никакого желания В очередной раз хвалить немцев Но, как говорится, из песни слова Не выкинешь Сапоги делались очень качественно И с очень большим эксплуатационным запасом Что я имею ввиду, говоря это Первое Повторю Это очень высокое качество кожи И качество было всю войну Второе У сапог была двойная подошва Укрепленная, к тому же, специальными гвоздями Вот они на фото Количество этих гвоздей в разное время было разным От 35 до 40 штук Более того Количество гвоздей в подошвах Могло не совпадать даже у пары сапог одного солдата Далее Голенищ и сапог были широкими Причем настолько широкими Что немцы запросто вставляли в них Рукояткой вниз свои гранаты-толкушки А еще по тревоге Вот из-за этих самых голенищ Сапоги надевались легко Как домашние тапочки Высота голенища была разная От 35 до 41 сантиметра Но с началом Второй мировой войны Немцы начали экономить Причем практически во всем Вот почему в целях уменьшения расхода кожи И удешевления производства С ноября 1939 года Высоту голенища официально уменьшили С 35 до 29 сантиметров Далее на подошве сапога Посередине между стопой и каблуком Кожа дополнительно укреплялась Несколькими рядами деревянных гвоздей И наконец каблук Вот каблук это вообще шедевр Сапогостроения Потому что по внешней кромке каблука Шла металлическая подкова Вот на фото А вот сейчас внимание Вот эти самые подковы делались из кованого Да еще и закаленного железа Ну и немцы не были бы конечно немцами Если бы у них было все тяп-ляп Приготовились Подковы были парными И несмотря на внешнюю схожесть Отдельно левая и отдельно правая Не верите? Они даже обозначались соответствующими буквами Р и Л То есть линкс, рэкс Левая, правая Крепились подковы к каблуку Пятью гвоздями Это вот видно Из соцснимечка А сверху еще Закрывались слоем Либо натуральной кожи Либо синтетического материала Этот материал назывался СБР Вот сокращенная аббревиатура Штирен, бутадиен, рубер Вдобавку всему на носу подошвы Спереди тоже стоял подкова И тоже закаленная Отдельно стоит сказать о гвоздях для подошвы Гвозди, кстати, изготавливались Внимание Поштучно И тоже закаливались Но с началом войны Стало не до жиру И немцы стали делать В упалке гвозди уже по-другому То есть гвозди поздние Военного производства Стали делать уже методом Горячей штамповки Есть еще одна деталь Гвозди ранних выпусков Были семигранные А гвозди военной пары Стали делать с шестью гранями Так что уставные гвозди На сапогах вермахта Могли быть двух типов Справедливости ради Надо сказать, что были Также не уставные типы гвоздей Но официально и в массовом порядке Они, конечно же, не применялись Иначе какие бы это были немцы Правильно с их железным орденгом Ну и заканчивая пистанец Стоит сказать Что немцы каждый сапог Дотошно маркировали На коже сапога Снаружи штамповалось Его размер в сантиметры Далее ширина сапога Год производства Ну и, конечно же, код фирмы-изготовителя А теперь немножко о том Как немцы ухаживали за своей армейской обувью И сапогами в частности Слушайте, у нас за своей обувью так не ухаживают Да Немцам в армии полагалось все От крема и вкладывающего сапоги для просушки До гидрофобной смазки Об этом можно говорить долго Но стоит признать, что даже Обеспечение солдата вермута Было очень качественным И позволяло на самом деле беречь обувь И продлять срок ее службы Вспоминая свои годы в военном училище Я просто тихо писаю расплавленным оловом Серьезно У нас в казарме, как и положено Было специальное место для чистки обуви И даже казенный сапожный крем Разумеется, со склада училища Вот только кремом этим никто не пользовался Он был настолько старым и твердым Что зацепить его сапожной щеткой Был практически невозможно Понимаете? Он так и стоял там, невостребованный Да и наши офицеры, если честно Сразу же предупреждали нас о том Чтобы мы запасались кремом из магазина Ну, как вы, естественно, догадались Ничего другого для ухода за обе У нас просто не было То есть вообще Вот так Ну и, наконец, сапелох То есть достоинства и недостатки Немецких маршевых сапог Недостаток, по сути, был один Но очень и очень серьезный Наличие огромного количества Качественного немецкого железа На подошвах их гитлеровских сапог В виде всех этих гвоздей и подков Сыграли с немцами злую шутку под Москвой В морозы сапоги, в буквальном смысле слова Вытягивали из солдатских ног последнее тепло Именно из-за этого в большей степени И было огромное количество обморожений стопы В вермахте зимой 41-42 года Ну, а если прибавить к этому то, что Вся обувь в вермахте выдавалась личному составу Исключительно по размеру ноге То вообще капец Кстати, кто не в курсе После войны 1812 года с французами В российской императорской армии Сапоги стали выдавать солдатам На размер больший И они в холода набивали их Либо соломой, либо гораздо позже Уже газетами Ну, что хоть как-то позволялось им Спастись от холода А у немцев, у немцев такого не было Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!